Приветствую всех и вся, Ютуб! В данном видео я расскажу об АТ-поле, показанном в аниме и манге Евангелион. Вы узнаете о его особенностях, способах применения, разновидностях и многом другом. Перед началом прошу поставить лайк и оставить комментарий. Если наберем 2000 лайков, то новое видео по этой вселенной не заставит себя ждать. Ну а я начинаю. АТ-поле или поле абсолютного ужаса. Это практически непробиваемый силовой барьер, который могут создавать ангелы или Евангелионы. Обычное оружие бесполезно против этих полей. Воздействовать на АТ-поле может лишь другое такое АТ-поле, которое, к примеру, создают Евангелионы. АТ-поле по своей сути обычно представлено как невидимый барьер, но становится видимым глазу при столкновении с другими предметами или полями. Эти поля в основном используются в качестве непроницаемого щита, и только самое мощное оружие способно их взломать и пробить. Притом даже тогда урон ангелу, как правило, минимален. Обычно видимые АТ-поля похожи на концентрические оранжевые восьмиугольники. Однако было показано два случая, когда они обретали другую форму. Первый произошел в момент, когда команда Нерф рассматривает энергетический взрыв, отразившийся от АТ-поля Рамиила. На дисплее оно показано как шестиугольник, хотя раньше поля ангелов были показаны как восьмиугольники. Второй случай произошел, когда АТ-поля Ируила отразила лазеры. Его АТ-поля было похоже на фиолетовые неконцентрические шестиугольники. Некоторые ангелы могут использовать свои АТ-поля не только в качестве защиты, но и особые атаки или даже для своего передвижения. Например, левитации или прыжков на дальние дистанции. Позже показано, что каждое живое существо с душой обладает своим индивидуальным АТ-полем. У ангелов и евангелионов просто как факт есть АТ-поля. Граница внутри АТ-поля подчиняется различным физическим законам. Определенным его создателем. И в случае с ангелами этот эффект настолько силен, что они способны создавать, казалось бы, сверхъестественные явления в пределах своего поля. Несмотря на то, что АТ-поля человеческой души существенно слабее, оно тем не менее обеспечивает жизненно важную функцию. Связывает эго и чувство человека со всеми остальными людьми, позволяя каждому существовать как личности. Тем самым показывая свою индивидуальность. Без АТ-поля для человеческих душ становится почти невозможным определить цель собственного существования. Без сознательных усилий. АТ-поля создаются человеческой душой, которая находится в Еве. АТ-поля ангелов также создаются их душами. Также существует анти-АТ-поля, которое показано в конце Евангелиона. Гипер-существо Рэй-Адам-Лилит создает вместе с серийными Евами и Евой-01 массивное анти-АТ-поле, которое нейтрализует все АТ-поля по всему миру, превращая все человечество в первичную LCL-жидкость, впоследствии сливаясь в один суперорганизм, в кульминации проекта комплементации человечества. Простейшим способом уничтожить любое АТ-поле является противостояние другим АТ-полям, что неоднократно показывали Евы в битвах с ангелами. Помимо Евангелионов есть только два оружия, созданных человеком, способные воздействовать на ангелов и их поля. Первая — это Н-2-бомбы, являющиеся мощнейшим неядерным оружием из когда-либо созданных человеком. Н-2-бомбы способны оглушать или ранить некоторых слабых ангелов, однако лишь на время, поскольку ангелы способны к быстрой регенерации. Также Н-2-бомбы бесполезны против сильных ангелов, которым даже несколько сброшенных бомб не наносят видимого ущерба. Второе оружие, которое смогло нарушить АТ-поле без использования Ев — это прототип позитронной винтовки, использовавшей электричество всей энергосистемы Японии, проникшей в АТ-поле Ремиила и уничтожившей его ядро. Однако позитронная винтовка ограничена по мощности и дальности, поэтому она оказалась бесполезна против Ариила, находящегося на орбите Земли. Единственное оружие, способное со стопроцентной вероятностью пронзить любое АТ-поле — это копье Лангиния, о котором у меня есть отдельное видео, и с которым я советую ознакомиться. А еще искусственные копии копья Лангиния также способны пробить АТ-поле Евангелионов. Бой Аски с серийными Евами показал, как это происходит во всей красе. Вот такие вот дела, друзья. На сегодня у меня все. Понравилось видео и вы узнали что-то новое. Смело ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Смотрите другие видео по этой замечательной вселенной на моем канале. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока!